Подойдут, по цепочке передадите. Первое, прежде всего, нужно организоваться, чтобы не так ходил молодой человек. Выходите, люди! Сказал, выходите! Все, кто может, встали, по площадке прошли, по квартирам сказали, не стыдитесь, если ваша соседка или сосед не открывает дверь. Стучите, говорите, пошли! Это первое. Я говорю, как опытный дольщик. Я прошла уже все митинги и тому, и подобное, что только не прошла. Отвоевала квартиру, у меня квартиру забирали. Вот, поэтому я говорю тот опыт, который я приобрела в борьбе с законами нашими, которые, все говорят, есть, но не действуют. Однако же мы должны держаться в их рамках. Первое, поднимайте соседей. Второе, всегда надо держаться. Не так, как моя хата с края. Вы знаете, почему. Потому что у нас сейчас в доме, вы знаете, очень много квартир сдаётся. Это наша беда. Но это не безнадёжность. Следующий вопрос. Валентина Александровна развесила в каждом подъезде, куда надо звонить. Я просто вам говорю, вы этого не знаете. Звоните, спрашивайте, кто принял ваше объявление. Его должность. На бумажечке записывайте. Там, передал на пейджер такому-то числа, туда-то. Дальше. Позвонил такому-то. Вот прям листик отдельный. Записывайте фамилию, должность. Под каким номером. Ваше объявление зарегистрировано, несмотря на то, что оно по телефону. Это должно регистрироваться. Дальше всё это оформляете и несёте в клювики вправления. Желательно сразу, аккуратненько, с фамилией, с указанием квартиры, кто звонил, когда звонил. Я скажу, что это. Наша жизнь. Конечно. Не знаю, какое управление. Вправление. Дальше, есть ли у кого-то сразу же, потому что дом, частная собственность. Поэтому не ленитесь бумажечку аккуратненькую. Положите чистых листиков, если они есть. Возьмите папочку, если она есть, чтобы не покупать, опять не собирать денежку. И принесите. Отдайте. Следующее. Почему? Так собирается доказательная база. Обращение к любому депутату. Письменное должно быть зарегистрировано и стоять на вашем втором экземпляре. Кто и когда принял. Причём на штампе не просто закорючка. А не стесняясь, спросите. А расшифруйте вашу подпись. Я не хочу сказать закорючку. Подпись. Понимаете? И опять-таки всё это несите в центр наш ЖСК. Потому что вот сейчас Старцева звонила, это наш активный товарищ, звонила редактору газеты, а он говорит, принесите бумажечку. Понимаете? Куда не пойдёшь, нужна бумажка, как было при советской власти, так оказалось. Без бумажки, да ничего. И когда, если бы уже сколько... Мы же не первые будут войны. Если бы вот это всё уже складывалось, мы были бы не голословные. Вот мы дерёмся. Вот мы говорим. Говорить можно. Но без понятия, что стих. А итог должен быть результативный. Вы меня поняли?